Добрый день! Это наш третий видеоотзыв о работе в центре Бэйр Давид. У нас появились новые результаты, которые нас радуют и которыми мы хотели поделиться в этом видео. После последнего сеанса с Давидом, некоторое время назад, мы с Миланой и со старшим ребенком гуляли в зоопарке. Ну, если честно, это было больше сделано для старшего ребенка, потому что в Милане было неинтересно смотреть на животных. Для нее это была обычная прогулка. И вот мы прогуливаемся. Я вам автоматик это делаю каждый день. Показываю Милану, смотри, какие интересные обезьянки. И вдруг она поворачивает голову в том направлении, в котором я показала, и улыбается, и смотрит на этих обезьянок, что ей это интересно стало. Я сначала растерялась, решила, что это, наверное, какое-то просто совпадение. Может, они там как-то, эти обезьянки, забегали, ее движение вот это заинтересовало. Я повторила свою просьбу еще несколько раз. И это такой был приятный восторг, что ребенок начал реагировать на эту просьбу, на которую до этого момента она не реагировала абсолютно. И теперь, значит, наши прогулки уже наполнены. То есть это не просто подышать воздухом. Мы смотрим, какие бывают машины, какие растения, какие животные, что вообще в мире происходит. То есть я указываю ей пальцем, и она смотрит в этом направлении. Я думаю, что таким образом она учится той же речи, каким-то явлениям, которые нас окружают. Ну и, в принципе, мы можем сидеть сейчас вместе, рассматривать книжку, там, картинки. И я пальцем буду показывать внутри это, какие-то части тела, что нарисовано. То есть раньше она просто убегала. Но сейчас мы вместе сидим и таким образом учимся. Это очень радует. Второе наше достижение – это то, что ассортимент игрушек, которые Милане интересны, очень-очень-очень сильно увеличился. Потому что раньше у нас было несколько телефончиков с кнопочками, которые ей были интересны. Вот бегать и нажимать, чтобы производить там какие-то мелодии. На этом, в принципе, и наши игрушки ограничивались. Вот. А сейчас ее интересуют куклы, ее интересуют машинки, посудка. То есть какие-то необычные предметы. Она берет их, изучает, манипулирует, рассматривает. То есть таким образом наша игра становится интереснее. Так же контакт в глаза стал все чаще, все более осознанным. Милана сама, кстати, стала инициировать общение. То есть она подходит, смотрит в глазки и какими-то жестами своими показывает, что бы она сейчас хотела сделать. Что еще? Ну, в принципе, то, что ребенок очень сильно поменялся с момента начала общения с Давидом, это отмечаем не только мы и те, кто с ней каждый день контактирует, но и наши общие знакомые, которые видят ее время от времени. И как бы все говорят, да, она действительно изменилась, поменялась в лучшую сторону. То есть стала более осознанной в своих движениях, в своих стремлениях. Вот. Также хочется отметить, что вот эта связь между мной, как мамой, и ребенком с дочерью, она очень сильно сейчас у нас усилилась. И как бы, если раньше Милане, в принципе, особых предпочтений не было, там, у кого посидеть на ручках, с кем поиграть, с кем остаться, то сейчас вот это предпочтение такое очень явное. То есть она начала за мной просто бегать хвостиком. С одной стороны, это, конечно, очень радует, потому что отношения такие стали более теплыми. Я чувствую, что ребенок на меня откликается, и это, конечно, очень радует. Вот. С другой стороны, когда приходится уходить на работу, вот эти вот расставания, они стали такими более тяжелыми, потому что ребенок расстраивается, плачет. Вот. Но я думаю, что это большой шаг в развитии. Такой плюс, который мы переживем, справимся. Вот. Мы надеемся на дальнейшие наши успехи и результаты. Вот. Спасибо большое, Давид. Всего хорошего. Спасибо.